Дорожный травматизм Дорожный травматизм Дорожный травматизм Дорожный травматизм Дорожный травматизм средством. Ну, из самых дешевых, если можно так выразиться, штрафов у нас осталась езда на транспортном средстве, не прошедшем государственную регистрацию, это 100 рублей, вот это самая низкая планка. Затем на транспортном средстве, не прошедшем техосмотр, 200 рублей и разговор по телефону с применением рук, 300 рублей. Все остальные штрафные санкции уже вышли за предел тысячи рублей. Полторы тысячи, две тысячи, две с половиной, три и пять. Ну, из самых серьезных наказаний я бы отметил следующее. С 1 января 2008 года вступят в силу санкции, связанные с лишением, с административным арестом на 15 суток. Это если водитель лишен водительского удостоверения или находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения, то есть не имеет права водить. Он подвергается административному аресту на 15 суток, либо если ему запрещено по каким-то показаниям, кодекс это предусматривает, то 5 тысяч штрафа. Серьезные санкции введены за перевозку негабаритных грузов, опасных грузов, взрывоопасных. Там штрафы накладываются и на водителя, вплоть до лишения управления транспортным средством от 4 до 6 месяцев, на должностное лицо, ответственное за перевозку до 15 тысяч рублей и самое страшное на юридических лиц, кому это транспортное средство принадлежит до 500 тысяч рублей. С 1 июля уже 2008 года вот это вот кино-фото-видеосъемка. Это новшество, оно в Европе уже давно есть, когда тебя фотографируют, фотографируют изображение твоей машины и уже без составления протокола об административном правонарушении сразу выносится постановление о наложении на тебя штрафа. Отмечаю, что наказывается собственник транспортного средства. И только если ты сможешь впоследствии доказать, что за рулем транспортного средства законно находился другой водитель, либо оно выбыло помимо твоей воли из твоего владения, допустим, у тебя украли, но до совершения фиксации, тогда ты будешь освобожден от ответственности и будет привлечено уже другое лицо. Мне хотелось бы узнать, но не мнение специалиста, а мнение простого магнитогорца. Конечно, можно было получить прочное юридическое образование, работать адвокатом, ну или защищать интересы крупной корпоративной фирмы. Для чего вы выбрали роль правозащитника? Вы знаете, так получилось само. Когда вот я боролся там за свои права, но магнитогорцы об этом помнят, в течение 8 лет длился процесс века, я восстанавливался в должности директора государственной хоровой капеллы. Об этом было много публикаций, около 300. Меня поддержали аргументы, факты, комсомольская правда, московские комсомолицы, другие издания, труд, челябинский рабочий. И народ ко мне пошел. И вот тут получилось, что назвался Груздин, полезай в кузов. Я начал помогать людям, и постепенно все это приобрело уже масштабность. Поэтому в 2005 году был создан правозащитный центр, это региональное общественное учреждение. Ну и вот моя работа сегодня непосредственно связана с этим. В основном это бесплатная работа. Я зарабатываю деньги только на процессах, когда веду каким-то предпринимателям дела, а граждан я консультирую бесплатно. И надо сказать, что идут вот как раз таки со сложными делами. И по ДТП в том числе.